Едкий дым и повышенный расход топлива в автомобиле. На что могут указывать эти опасные признаки? Как отремонтировать неисправность выхлопной системы и при этом не разориться? И поможет ли решить проблему так называемый пламя-гаситель? Едкий запах при запуске двигателя, посторонний шум в выхлопной системе и повышенный расход топлива. Заметили эти признаки? Скорее всего, вышел из строя каталитический нейтрализатор. Главная задача этого устройства – очищать выхлопные газы и снижать их температуру. Заменить испорченную деталь на новую могут в любом автосервисе. Вот только стоит небольшая запчасть, почти как двигатель, не меньше 60 тысяч рублей. Тратить такие деньги готов далеко не каждый автовладелец. Многие сервисы прибегают к самой простой процедуре. Они просто удаляют катализатор. Соответственно, последствия при эксплуатации машины, они печальны. Потому что в процессе эксплуатации машины без катализатора водитель будет слышать неприятный звон, посторонние звуки. Проще говоря, автомобиль будет работать очень шумно. Но еще хуже, что без катализатора выхлопная система начнет перегреваться и со временем может прогореть. Температура после двигателя, после камер сгорания, она достигает до 800 градусов. И, соответственно, последующие элементы выхлопной системы при такой температуре, они не очень долго живут. Чтобы продлить срок службы выхлопной системы и при этом не разориться, многие автомобилисты решают поставить пламегаситель. По сути, это кусок трубы с перфорацией и двойными стенками, между которыми находится изоляционный наполнитель. Пламегаситель – это устройство, которое снижает температуру выхлопных газов и гасит звуковой резонанс. За саму запчасть и работу мастера придется заплатить в среднем 10 тысяч рублей. Гораздо дешевле нового катализатора, но все равно немало. Поэтому важно сразу выбрать качественное и надежное устройство. В первую очередь наш эксперт советует определиться с формой. На рынке есть три основных вида пламегасителей. Классический с диффузором и воронкообразный. Посмотрим, какой из них лучше снижает уровень шума и гасит вибрации. Для этого эксперимента мы возьмем колонку, звук, записи двигателя и, конечно же, нам понадобится шумомер. Колонка воспроизводит звук мотора с громкостью больше 100 дБ. Поместим ее в трубу, будто это выхлопная система автомобиля. Один конец трубы закроем тканью, а с другой стороны будем по очереди устанавливать разные модели пламегасителей и проверять уровень звука. Самым тихим оказался образец с диффузором. На экране прибора меньше 88 дБ. Диффузор необходим для того, чтобы еще более интенсивно гасить звуковые вибрации и, соответственно, гасить температуру. Это обусловлено тем, что вот этот пневмоудар выхлопных газов, он как раз идет и нагружает вот этот внутренний патрубок самого пламегасителя. А наиболее шумной оказалась воронка – почти 93 дБ. Воронкообразные пламегасители не имеют набивки, соответственно, они чуть меньше снижают именно звуковой эффект. Но у этой модели есть и свои плюсы. За счет особой формы воронка сглаживает пневмоудар от выхлопных газов. В итоге меньше страдает от нагрузки, а значит прослужит дольше. Классический пламегаситель, как вы видите, имеет чуть более тупой угол и, соответственно, основной пневмоудар, он собирается здесь. Воронка имеет более острый угол. Вот такая форма, она была в авиастроении, зарекомендовала себя и сейчас перешла к нам в выхлопные системы. У пламегасителя классического типа средний результат – 90,5 дБ. Но в целом, по мнению эксперта, разница в уровне шума у трех образцов несущественная. Куда важнее обращать внимание на качество материалов, из которых сделали запчасть. Самая частая причина неисправности пламегасителя – это прогорание перфопатрубка. Соответственно, чем лучше сталь и чем толще сталь самого перфопатрубка, тем дольше, долговечнее и надежнее будет пламегаситель. Отличить качественную нержавейку от дешевой нелегированной стали можно по внешнему виду. Если она более матовая и более шершавая, то чаще всего это черная сталь. Если мы говорим про нержавеющую ферромагнитную, она чуть более блестящая, чуть более гладкая. Для наглядности наш мастер предложил разрезать три образца разной ценовой категории за 1300, 1700 и 2300 рублей. Перед вами, казалось бы, три одинаковых пламегасителя, но сейчас я покажу нюансы и разницу, которая в них есть. У более дорогих образцов внутренний слой из нержавеющей стали, а у дешевого из обычной нелегированной. Есть у бюджетного пламегасителя и еще один минус. Здесь у нас перфорации нет на самом краю и в самом начале. Здесь тоже нет. Это хорошо. Здесь вы видите полностью перфорированная труба. Сверху идет и сниже. Это говорит нам о том, что надежность конструкции, она снижена за счет того, что нету полного провара именно куска металла. Важно оценить и толщину металла. Самый прочный внутренний слой у изделия за 2300 рублей. Перфопатрубок здесь один миллиметр, здесь полтора миллиметра. Между стенками пламегасителя находится наполнитель. Чем плотнее слой изоляции, тем тише будет работать выхлопная система. Вы видите, да? Набивка уходит. Давайте посмотрим на следующий. Насколько тут плотно набито. Я уже с трудом могу здесь как-то проткнуть. У дорогого пламегасителя с изоляцией все в порядке. А вот производители двух других устройств явно пожалели наполнителя. Ну, здесь понятно. Сэкономили также и на набивке. Шумовая изоляция должна быть не только плотной, но и выдерживать высокие температуры. Подожжем наши образцы с помощью газовой горелки. Первым тестируем пламегаситель среднего ценового сегмента. Всего несколько секунд и набивка потемнела. Эксперт уверен, через полгода работы такая может и вовсе прогореть. А вот дешевый пламегаситель в этом испытании удивил. Это качественное волокно, которое не потемнело, не деформировалось. Осталось проверить, как себя покажет модель за 2300 рублей. Здесь, скорее всего, керамоволокно, которое держит большие температуры. И этот пламегаситель однозначно сделан на совесть и качественно. Выходит, экономить на пламегасителе точно не стоит. Как показали наши эксперименты, чем дороже изделие, тем более качественные материалы использует производитель. А значит, такое устройство прослужит дольше. Решились поставить в пламегаситель вместо катализатора? Помните, это устройство не очищает выхлопные газы. И если уровень вредных выбросов не будет соответствовать экологическому классу автомобиля, могут возникнуть проблемы при прохождении очередного техосмотра.